всем привет с вами макс пояснит и это новенький выпуск рубрики что тебе говорят твои кроссовки я заметил что это рубрика вам очень даже нравится и я не вижу смысла прекращать если вдруг вы не в курсе что из себя представляет данный формат можете посмотреть либо два предыдущих выпуска либо я сейчас вам вкратце объясню есть такой фильм замечательный называется форест гам так вот главный герой в этом фильме произносит весьма занимательную фразу мама всегда говорила что о человеке можно судить по его обуви куда он идет где он был так вот именно этим я сегодня и займусь я возьму ровно пять популярных на данный момент пар кроссовок и буду давать максимально клишированные и стереотипные характеристики тем людям которые их носят потому что мне и правда кажется что кроссовки могут рассказать очень многое о человеке они как как ваше зеркало как зеркало души в общем если под этим роликом вы насыпите огромную кучу лайков вот такую прям огромную то я обещаю что буду выпускать подобные ролики как можно чаще но если лайков не будет но если лайков не будет то в смысле не будет ничего сложно давай-ка поставь уже ё-моё ладно поехали давайте представим себе классическую ситуацию как мы едем домой в общественной маршрутке все как обычно сидим в наушниках слушаем треки тревиса скотта playboy карти время от времени передаем за проезд и пялимся на всех входящих и выходящих из маршрутки людей представили да отлично тут открывается дверь и в маршрутку заходит молодой человек в кроссовках nike airmax 720 не знаю как у вас но лично у меня первую эмоцию которую вызовет человек в этих кроссовках это жалость дикую жалость и сочувствие я серьезно если вы видите человека в этих кроссовках знайте этот человек познал боль боль физическую анальную и душевную боль таких масштабов что будь он из клана у чих этой боли хватило бы для пробуждения мангекё шарингана поэтому лучшее что вы можете сделать для него это уступить место в маршрутке со словами сочувствую брат не падай духом любой абсолютно любой человек который купил себе эти кроссовки сделал это либо под давлением либо по незнанке если вдруг вы не имеете представления о том каково ходить в этих кроссовках то я постараюсь вам сейчас объяснить представьте себе если бы вы взяли канцелярские кнопки раскалили бы их в огне до красна а затем закинули бы их в семьсот двадцатые максы после чего надели бы все это на ноги чтобы вы почувствовали да примерно такие ощущения испытывает человек который целый день ходит в семьсот двадцатых максах не сомневайтесь проверено на личном опыте поэтому каждый раз когда я встречаю человека в этих ужасных кроссовках я сразу же понимаю что в кроссовочном деле он полнейший дилетант который повелся на грамотный маркетинг от компании nike увидев эту огромную подушку ему показалось что эти кроссовки будут удобными и практичными а по итогу он купил кандалы которые приходится носить сквозь слезы и боль дабы оправдать потраченные деньги пресс-ф таким пацанам земля им пухом свой жизненный урок они получили что ж именно такие мысли появятся в моей голове когда я увижу человека в этих кроссовках окей продолжаем наше путешествие и тормозим на следующей остановке открывается дверь и в салон заваливается человек в кроссовках air jordan 1 в коллаборации с dior и тут то мы понимаем что если бы мы встретили этого человека в любой другой ситуации можно было бы подумать что перед нами успешный в финансовом плане молодой человек в кроссовках за 10 тысяч долларов но поскольку мы встретили его в общественной маршрутке мы понимаем что перед нами типичный фуфломет и позер мало того что он ходит в паленых кроссовках так он еще и покупает настолько явные модели но сразу видно это типичный подписчик гусей нагасанова который покупает все его курсы о том как стать успешным и богатым за несколько секунд он просто увидел эти кроссовки у одного из этих говна блогеров и решил о чем я хуже скорее всего он только что оставил все деньги в кальянной и теперь приходится с обычными смертными ютиться в маршрутке именно у таких людей в инстаграме можно увидеть фотки около чужих спорткаров фотки руки лежащие на руке чужого мерседеса и конечно же фотки напротив москва у сити все его социальные сети завалены мотивационными цитатами и именно этот человек может прислать вам в директ такое сообщение хотел сделать тебе классное предложение я сейчас развиваю крупный клиентский сервис командой и мне нужны ключевые партнеры активные молодые ребята в твоем городе для его продвижения ты сейчас рассматриваешь для себя какие-то возможности в плане заработка развития в классной команде свободным графиком совмещением с учебой работой и так далее в общем вы поняли перед нами типичный мамкин бизнесмен кстати раз уж речь у нас сегодня идет о кроссовках хочу посоветовать вам крутой магазин neverhood store в котором каждый из вас сможет закупиться кроссовками и шмотками под самым приятным ценам и чтобы не быть голословным вот вам пример в одном небезызвестном магазине кроссовки уай 3 стоит больше 25 тысяч когда в neverhood те же кроссовки стоят всего 18 а теперь заходим на nike и смотрим на пару nike из подрифтер gator здесь она стоит 18к и отсутствуют актуальные размеры когда в neverhood их можно купить всего за 12 и в ходовом сайзе к тому же в neverhood store до конца сентября действует скидка 20 процентов на весь ассортимент а это на минутку футболки толстовки худи куртки и множество аксессуаров в neverhood делают упор на японский стритвир но также есть много шмоток сделанных в италии португалии и сша конечно в магазине только оригинальные и новые вещи доставка действует по всему миру а если вы живете в москве или в московской области то доставка возможно прямо в день заказа но и это еще не все по промокоду поясни для всех моих подписчиков будет действовать скидка в 15 процентов до конца этого года а еще 1 октября в neverhood начинается крутой розыгрыш в котором можно выиграть сумку и пи си перчатки north project либо любую шапку на выбор поэтому переходите по ссылке в описании все подробности будут там или участвуйте в розыгрыше и закупайтесь классными шмотками окей мы двигаемся дальше и на следующей остановке в нашу колесницу погружается человек в черных эйрфорсах черных эйрфорсах карл вы хоть понимаете что это значит это значит что вам прямо сейчас нужно собрать все свои манатки и выйти из этой маршрутки пока еще не стало поздно ну а если вы смельчак и не желаете отклоняться от поставленного маршрута то лучше спрятать все ценные вещи самые укромные места не знаю в курсе вы или нет но на западе вокруг этих кроссовок и людей которые их носят слагают целые легенды куча мемов куча твитов и других упоминаний о том что если вы носите полностью черные эйрфорсы это значит что вы либо преступник либо наркоман либо просто отбиты на голову человек с которым лучше не иметь никаких отношений если вы понимаете английский то можете послушать что говорит этот молодой человек и да самый залайканный комментарий под этим роликом звучит примерно вот так брат каждый раз когда я надеваю свои черные форсы все протягивают мне свои кошельки так вот зная всю эту информацию я теперь не могу иначе реагировать на людей в черных форсах мне теперь всегда кажется что каждый из них это какой-то бандит с которым лучше не связываться либо у него можно купить что-нибудь запрещенное довольно таки неплохая компания собралась в этой маршрутке бизнесмен бандит терпила что будет дальше а давайте посмотрим открывается дверь и в маршрутку заходит человек в паре сакони джаз эти кроссовки у меня ассоциируются только с одним и это антифа движение не зря второе название этих кроссовок звучит как шавкони от слова шавки что является вторым названием данной субкультуры в свое время мне доводилось не раз общаться с такими ребятами и я все никак не мог понять в чем заключается их миссия и почему все они поголовно ходят в этих кроссовках что в них такого может они как транквилы давали им плюс 14 к восстановлению здоровья и плюс 65 к скорости передвижения не знаю объяснению меня нет если вдруг знаете вы то объясните мне в комментариях потому что на данный момент все что я могу сказать о человеке в этих кроссовках так это то что у него в профиле в вк по-любому есть такая фоточка в барсетке у него лежит перцовый баллончик и телескопичка на ноге у него набит молот тора а за губой летает шпак а в общем вы поняли что в этой маршрутке мне становится находиться все опаснее и опаснее и может быть все таки выйти что ж едем дальше господа остановка номер пять заходит пассажир на ногах у которого сверкают асиксы неважно какие гель каяна гель лайты или гель нанди вообще все равно если я вижу человека в асиксах я понимаю передо мной состоявшийся устоявшийся необделенный интеллектом человек который заслуживает уважения за свой выбор ведь он не ведется на странный маркетинг и не пытается выглядеть тем кем не является он просто берет и покупает обувь в которой ему точно будет комфортно когда-то я тоже был глупцом и думал что асикс полнейший отстой но благо я вовремя образумился и теперь считаю их верхушкой кроссовочной индустрии да пришло это ко мне не сразу но благо я общался с умными людьми и они смогли донести до меня правильные мысли поэтому возьмите на заметку что если вам на жизненном пути встретиться человек кроссовках асикс не сомневайтесь с ним точно можно иметь дело потому что плохие и глупые люди такие хорошие кроссовки носить не будут я так считаю что ж ребята вот такой вот у нас сегодня получился ролик ныряйте в комментарии и напишите согласны ли вы с моим мнением или не согласны если не согласны то конечно же напишите с чем у вас ассоциируются все пары которые я сегодня перечислил да и вообще расскажите о всех кроссовках которые у вас с чем-либо ассоциируются и конечно же расскажите почему мне будет очень интересно почитать да и не одному мне только в общем давайте-ка еще раз напоминаю что если у вас будет если под этим роликом будет огромная куча лайков то я сразу же выпущу еще подобный ролик и все будут счастливы в общем побольше лайков побольше ваших комментариев поддержка ваша как всегда мне очень сильно нужна поэтому заранее спасибо до скорых встреч